Для того, чтобы ваш сайт продавал, вам нужен хороший продающий текст. Не просто текст, который будет интересен читателю, а статья или кусочек текста, который бы сподвигал его сделать заказ. Написать его очень просто, есть стандартные схемы. Писать его мы будем уже в самом тренинге подробно и со всеми психотригерами, которые мы будем в него внедрять. Он будет у нас очень красивый и стимулировать как минимум 5% из зашедших на сайт сделать у вас заказ. А сейчас рассмотрим основную схему, по которой он пишется. Для начала вам нужны выгоды. Выгоды клиента, то есть то, что он получит от вашего товара. То, почему он не спит ночами, даже если это не связано никак с вашим товаром, вы все равно можете это описать. Здесь есть большой риск лохануться, здесь есть большой риск предположить за него. Мы не знаем наших клиентов. Все живут в иллюзии, что я отлично знаю своего клиента, я знаю как он ест, спит, как занимается сексом. Но, увы, это не так. Спросите у своих клиентов, понаблюдайте за ними. Посмотрите, что они на самом деле делают, в отличие от того, что говорят. И составьте список выгод. Ну, какими они могут быть. Например, такого качества никто не предоставляет. Кстати, эти выгоды нужно будет потом отстроить от конкурентов. Мы подробно в этом, опять же, в платной части тренинга поговорим, развернем все и так далее. Качество от вашего продукта. Если это какой-то определенный тип людей, может быть им важны, ну, если это достигаторы, может быть им важны результаты. Причем быстрые от вашего продукта. Возможно, это какие-то вещи совсем личные. Ну, например, если ваш продукт связан с отношениями мужчин и женщин, ну, как, например, ведет себя Axe Effect, да, у них красной нитью по всей рекламе проходит то, что женщины будут к вам тянуться, если вы просто попшикаетесь, да. Какие-то такие вещи, которые, как бы, они не говорят в рекламе, но это все и так всем понятно. То есть, какие-то личностные. Причем не пишите, как я сейчас, общими словами. Пишите, ну, если это для мужчин продукт, да, нет, женщин. Хотите приобрести популярность среди женщин, ну и так далее. То есть, пишите конкретную проблему, конкретную вещь, почему ваш клиент не спит ночами. Напишите таких штук 10 хотя бы, тогда будет с чем работать. Когда вы напишите штук 10 таких вещей, вы уже будете понимать, из чего, с чем вам идти продающий текст. Опишите красочно самую сильную, самую актуальную проблему вашего клиента. Опишите ее так, чтобы он понял, что эта проблема действительно про меня. Не врите здесь, не преувеличивайте, будьте искренни. Но, тем не менее, вам необходимо как можно точнее описать небольшой кусочек текста. Вот буквально один абзац о том, как клиенту хреново на данный момент. О том, что вы можете описать этой историей. Можете рассказать про себя. Если у вас, например, тренинг по личностному развитию, опишите, какой вы были неудачник в прошлом, чтобы клиент понял, что вот если он сейчас такой неудачник, у него есть шанс стать таким клевым, как вы. Ну, или что-нибудь в этом роде. Просто опишите историю, которая бы подходила клиенту максимально под его ситуацию. Предложите решение. Вы можете предложить несколько решений. Вот можете воспользоваться А, Б и С. Опишите плюсы и минусы А и Б, а в С предоставьте свое решение. Причем опишите только плюсы. Ну, например, есть товар А, который позволяет вам повысить потенцию. Он отличный на вкус, но, увы, он убьет ваше сердце. Есть товар Б, который поможет вам наладить кровообращение, но, увы, он убьет ваш мозг. Есть товар С, который повысит вам потенцию и наладит кровообращение, и вы будете спать спокойно, потому что он не имеет никаких побочных эффектов. Все. Пользователь как бы выбирает, но он выбирает не совсем объективно. Тут нет обмана, потому что вы можете описать подробно и свои плюсы, и свои минусы, но, тем не менее, тут есть такой элемент выбора без выбора. Мы немножко сподвигаем пользователя, расширяем ему кругозор, чтобы он выбрал именно нас. Дальше. Предложение. Увы, без последних двух пунктов, предложение и призыв часто обходятся все продающие тексты, и это снижает их конверсию в разы. Ну, приведу лишь маленький пример, поскольку это сокращенная версия. Телефон на сайте. Наш телефон 222-667-8. И телефон в таком формате. Позвоните нам. 222-667-78. Первый призыв работает примерно в два раза хуже, чем второй. Если конкретно не предлагать пользователю, не призывать его к действию, позвоните нам, оставьте заявку, закажите прямо сейчас. Вместо того, что наш телефон, кнопка заказа, форма заказа. Увы, клиенты не понимают, что им делать. Вернее, они не реагируют на это. Если просто предложить, призвать их к какому-то действию, гораздо больше вероятность того, что они это действие совершат. Конечно, вам нужно хорошее предложение перед этим, от которого клиент просто не сможет отказаться. И призыв желательно с ограничением по количеству, или по времени, или еще почему-то. Вот такой продающий текст у нас будет. Причем мы внедрили в него массу всяких психологических штук, приемов, чтобы он работал намного лучше. Ну а пока опишите 10 выгод, 10 причин, по которым ваш клиент, ваша целевая аудитория не спит ночами. Это задание на сегодня. Пожалуйста, не забывайте выполнять задание. Иначе вам будет очень сложно в следующую неделю, когда мы будем проходить, собственно, тренинг по продающим сайтам. Удачи! Пишите 10 причин, 10 проблем, 10 болей, 10 выгод. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok